На телеканале Моя Удмуртия новости спорта Все ошибки присутствовали, но спортсмены отозвались о нашей горе и трассе с восторгом Один из фаворитов с лалами-гигантик, разноярец Дмитрий Хабибуллин, к своему несчастью, в число полуфиналистов не попал Но после финиша отметил ижевская сноу-траектория, одна из лучших в России Наверху, я думаю, там круто, а тут снизу по лаге участок, как бы, более И на финише вам уже удобнее, да, вот тут накатывать? Ну, не знаю, мне удобнее наверху ехать, потому что там скорость большая Надо работать, не успевая попадать в ритм просто После того, как Хабибуллин не добрался до полуфинала, на Чекирильскую авансцену вышли кемеровчане Именно они завоевали все золото в слалами-гиганте У мужчин первенствовал Владислав Шкурихин, а у женщин – Валерия Птухина Оба из состава так называемой сборной России «Б» В нее входят самые перспективные и талантливые отечественные сноубордисты Все перспективные молодые ребята, которые, скажем так, на подходе выше дивизион нашего сноуборда Они все здесь То есть эти ребята тоже в сборную России могут попасть скоро? Ну, здесь есть представитель сборной команды России, которая участвует Так называемая команда «Б», которая участвует на Кубках Европы И генерская команда странные, лучшие девочки, лучшие ребята То есть все здесь, меряются силами Что же касается чистого слалома, то и здесь все первые места заняли представители одного региона В мужских состязаниях золото на счету Богдана Богданова, а в женских отличилась Регина Сураева Оба из Кантемантийского автономного округа Не до отдыха и биатлонистам В Уфе продолжается всероссийский турнир Отборочный на юношеское первенство мира в Австрии Путевки туда уже забронировали себе наши атлеты Ульяна Кайшева, Александр Поварницын и Максим Баграшов Максим сегодня выиграл индивидуальную гонку, а Ульяна финишировала пятой Далее баскетбол Ижевские родники дважды оступились в Твери Где проиграли местному комит-университету 61-71 и 62-89 И теперь мы уже не лидеры турнира Команда Сергея Конотопова опустилась в турнирной таблице на третье место В активе 25 очков Следующий домашний матч 24 января с соперниками Истамбула А вот младшие коллеги родников на зональном турнире в Набережных Челнах Выиграли две медали Воспитанницы Виктора Будина из Дюсша номер 4 стали победителями соревнований А их подруги и землячки из Дюшор номер 3 бронзовыми призерами Обе ижевские команды поедут в марте на полуфинал первенства страны Вернулись с наградами из Перми и юноши сборной Удмуртии В национальном первенстве подопечные Веры Устиновой и Максима Шарабокова заняли третье место В довольно жесткой борьбе У них тоже есть шанс поехать на полуфинал первенства России Все решится в ближайшие дни Вердикт вынесет судейский корпус Которому игра молодого баскетболиста в Ижевской В Сише номер 3 очень понравилась Не пустовали арены и в Ижевске У нас прошел чемпионат республики по полевой стрельбе Он для большинства атлетов стал этапом подготовки к национальному первенству Которое кстати пройдет в конце января в нашей же столице Марина Азиапина подсчитала вместе с наставниками победные очки И выявила претендентов На огневых рубежах и лидеры сборной Удмуртии и совсем молодые атлеты Все готовятся к ответственным стартам Чемпионат Удмуртии для них хорошая проверка сил Стараюсь так же готовиться к соревнованиям Потому что чтобы было вот это же волнение Все равно как бы хочется стрелять именно на соревнованиях Какой-то драйв такой Ощущение совершенно другое Как стреляешь на Просто на тренировке На счету Мугеревой одно золото Говорит на пик выйдет к домашнему чемпионату страны И там придется бороться Не только за медали Но и за выход в финал Он теперь проводится по новым правилам Спортсмены в решающем раунде стреляют На выбывании Концу остается только двое Интересно для зрителей Для атлетов нет Тоже немножко подкашивает Подстраивать приходится Да, приходится очень сильно подстраиваться Особенно на МК На пневматике еще как-то более-менее Просто немножко время сократили А на МК полностью положение поменяли местами Время очень сильно сократили Финал очень долгий и очень неудобный А вот глазовщанина Андрея Конькова это не смущает Говорит, все в одинаковых условиях Победит сильнейший Он сам, кстати, намерен бороться за медаль Выступает дома В первую очередь, конечно, хорошо для республики Для всей, для поднятия спорта у нас здесь То есть такие крупные соревнования То есть раньше до этого проводился только Кубок страны В декабре А сейчас еще получилось заткнуть сюда Чемпионат России Это задание Как бы очень приятно Потому что мы можем это сделать Можем это проводить Все лидеры подтвердили свой класс Соревнования выиграли Наставники уверены Они покажут высокие результаты И на чемпионате страны И в завершение выпуска Новости снегоходного спорта В Тюмени накануне завершился Всероссийский турнир Победителем которого Стала Александр Мартишенко Из Нового Уренгоя Ижевчане За призы не боролись А уже 19 января Вся элита национальных снегоходов Выступит на Чекириле На этапе чемпионата России Старт намечен на 11 утра Все у меня на сегодня Болейте только на спортивных аренах И следите за новостями спорта Также на сайте Моя Аутмуртия До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова